Резко поднял, жилья воспитавателя. Дмитрий Николаевич. Я, я. Я такой вопрос. Ну как на стране стоит проблема с наркоманией. Как Вы считаете, интересно узнать Ваше мнение, как бороться с ней, с этой старацией, как не допустить? Екатеринбургская братва, в своё время, у них было отдельное поселение Цыганское, где торговали, чем бы ни попали. За одну ночь, хирургически, собрались, поймали, отметеяли, и оно съехало. Наркоман хуже пидораса, моё глубокое убреждение. Причём по хрену какой, продающий, в системе, жиряющийся, таблеточки он там поджирает, ещё что-нибудь такое, животное. Оно всё вокруг себя обрастёт подобное. Поэтому я, ещё раз говорю, проявляю чудеса толерантности в том, что не видя, я их не ищу, увижу, сука, переломаю. Я всем постоянно говорю, а чё такого? Поймали дилера, руку на асфальт, взял там пару обух, он как дал по пальцу. Без пальца человек бегает. По-моему, дилер. Трёх пальцев нет, три раза попался. Какая красота! Ну, к примеру, я понимаю, что не надо, да? Ну, я так, ну, чё ж делаешь? Причём, это особенно цинизм, поверьте, ничего не пошевелится вам. И отвечу, и сяду, если придётся. Ну, Господь милый. Господь милый. Это когда вот так, и всё так должно быть. Вот всё так. Мы должны наш уклад жизни, наши обычаи сохранять. И не в милицию звонить. Мы сами в состоянии это сделать. И тут не суд линча должен быть, а проявление русского национального духа в каждом из нас в непримиримости к греху. Мы не принимаем это. Мы не хотим этого. Когда мы поймём, что мы готовы дойти до самой крайней черты, мы вдруг поймём, что зло отступает. Нам его не уговорить. Мне их конфетами не прикормить. С ноги в рыбу. Вот это, по-моему, понятно. И отвечать за это. И спокойно отвечать за это. Мы за это всё должны отвечать. Любое наше решение мы должны отвечать. С благородством отвечать. Сделал? Ответь. Поэтому я когда делаю? Отвечу. Отвечу. Потому что Господь милует и не покует никуда. Везёт. Опять же, как везёт. Это опять же, если размышлять о том, что случаясь или случаясь.